здравствуйте дорогие хозяюшки всем приветик всем всем кто зашел ко мне на канал сегодня я буду готовить салат все овощи у меня все под рукой то есть эти овощи из которых я буду делать салатик у каждого в квартире я уверена что у каждого есть у меня всегда блюда все простые рассказываю я досконально то есть для тех молодых девочек и мальчиков и девушек и может быть даже пожилых людей которые не знают а кто знает те молодцы и так включаю сковородку пусть она разогревается а я сейчас возьму одну морковочку и нарежу ее на мелкие квадратики и сейчас вот пока я буду резать я налью сюда масло любое растительное масло можно оливковое масло но не горькое чтобы не испортить наш салатик разогрелась морковку я нарезала вот такими маленькими кубиками теперь я буду переворачивать их со стороны в сторону чтобы все у нас и вся морковка у нас подрумянилась почему я первую морковку сюда заложила да потому что морковка дольше всех из этих овощей которые мне понадобятся они да она больше всех будет готовиться теперь я возьму один репчатый лучок и нарежу вот такими толстенькими кусочками для чего толстыми кубиками для того чтобы он не погорел если мы сделаем на режим кольцами то он сразу же погорел здесь у нас морковка она уже почти готова сюда я всыпаю вот такой вот толстенький лучок если масло мало можете давить масло и тут же мы все время будем помешивать затем пока вот здесь жарится все томится я возьму один то есть половинку баклажанчика шкурку эту кожуру я буду очищать обязательно те которые готовятся шкура они все равно потом выплевывают и и поэтому я сейчас очищу ее и нарежу тоже кубиками вот я нарезала посмотрите вот такими большими кусочками кубики или как назовете как кто назовет вот такими крупненькими потому что это у меня баклажаны белые гелиус или вот такие пузатые розовые такие с полосками покупайте они очень нежные и как курятина очень вкусненькие но у кого нет таких значит тогда берите обыкновенные вот эти которые коричневые все мы сюда тоже помещаем сюда синенькие то есть баклажанчики и теперь дошла очередь пока вот сейчас обжарится вот это все мы сейчас возьмем половинку кабачка небольшой кабачок и также нарежем толстыми кусочками потому что у нас синенькие баклажаны они дольше готовятся кабачата раз-два и все теперь мы все перемешаем здесь у нас и кабачок пол кабачка и половинка белого баклажанчика если мало масла доливаем масло и все время помешиваем а теперь я возьму половинку красного болгарского перца и нарезаю его тоже такими полосочками но не горизонтальными а вот такими продольными и тоже они толстенькие должны быть чтобы они не разлезли и бросаю сюда сковородку еще и сюда бросали зубчики чесночка вот у меня небольшие зубчики я их нарезать не буду я просто буду бросать целенькими когда чеснок жарится и горит он тогда вот неприятно пахнет это неприятный запах потом а вот такой вот он не будет гореть а просто будет отдавать свой вкус а потом он будет просто мягенький все я бросаю тут 8 штучек бросаю если масло мало добавляем масло теперь дошла очередь до зелени у меня тут зеленый лучок петрушка и укропчик и еще у меня зелененький базилик у кого нет базилика можете без базилика у меня есть я выращиваю и вам тоже советую купите рассаду или посадите семенами у вас круглый год будут быть будет базилик а базилик везде везде он дает вкус особенно мясным блюдам и так сейчас я все это нарезаю и бросаю сюда сковородку перемешиваем можно добавить растительное масло теперь нарезаем половинку большого помидора это у меня розовый помидор яку большими вот такими квадратиками я нарезала и бросаю сюда перемешиваем теперь мы должны посолить солим как кому удобно но по вкусу главное не пересолить посолили с одной стороны а потом мы перемешаем и с другой стороны посоли вы пробуйте чтобы не пересолить это у нас горький перчик а это у нас душистый перчик тоже хорошо мы мелем сюда перчик все теперь я возьму паприку возьму чайную ложечку так и чайную ложечку сюда паприки а у меня тут вообще немножко все тут как раз чайная ложечка все бросили паприку чайную ложечку и теперь я возьму хмели сунели тут конечно можно отдельно кориандр там тмин все такое вот но тут все собрано поэтому мы возьмем одну ложечку без верха чайную ложечку и сюда все сейчас мы перемешаем накроем крышечкой и пусть тушится до готовности наш салатик готов мы выключаем его открываем крышку ох какой запашок очень вкусненький и очень очень красивый и быстро готовится вы посмотрите какая вкусняшка а теперь я беру любой судочек или маленькую кастрюльку или там мисочку у кого что есть кто куда высыпает и вот я высыпала в такой судочек сейчас остынет у меня здесь я накрою крышечкой и поставлю в холодильник и холодным он будет очень очень вкусный также как и горячим все пусть остывает на этом я с вами буду прощаться этот салатик делается очень очень быстро главное в нем очень много вкусняшек и к тому же не надо вам где-то заморачиваться у вас все есть под руками и баклажаны и зелень и морковка и все в каждой семье в холодильнике есть такие продукты все дорогие мои на этом я буду с вами прощаться заходите на мой канал ставьте лайки пишите комментарии может кто-то лучше салатики готовит у кого-то свой еще какой-то рецептик есть пишите пожалуйста я тоже попробую приготовить ваш салатик и люди которые будут читать комментарии тоже могут приготовить именно ваш какой-то фирменный салатик все до свидания всем доброго здоровья благополучия и главное чистого неба над головой до свидания